Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Меня уже несколько раз на канале просили показать что-нибудь средиземноморское. Я так подумал, что может быть более средиземноморское, чем быстрая паста. Она, правда, не итальянская, испанская в данном случае, но это значение не имеет. И вот такие вот моллюски. Приготовим сегодня быструю пасту. Для нее нам понадобятся помидоры. Вот я взял черри нескольких сортов. Здесь есть сливообразные желтенькие, красные сливки. Очень вкусные вот такие вот темно-зеленые помидоры. Это орал, по-моему, называется сорт. Просто потрясные. Пару зубчиков чеснока, немного лимона. Понадобится немного белого сухого вина. У меня сорт винограда Савиньон Бланк. Кислота такая, без единой сладости. Вообще для готовки нужно использовать не какое-то там дорогое вино с целой кучей ароматов. Нет, должен быть просто такой виноградный вкус с достаточно мощной кислинкой. Савиньон Бланк сорт очень хорошо подходит. Например, шардоне нет. Там есть соломенные привкусы со сладостью. На мой вкус это не годится. Шабли, сорт шабли тоже очень плохо подходит. В общем, смотрите на свой вкус. Но, правда, совершенно откровенный уксус, конечно, брать не стоит. Если вам так это вино пить неприятно, то и в блюде тоже оно не будет очень хорошо играть. Еще нужно будет оливковое масло. Сразу налью на сковородку немного. Начнем. Почти в каждом своем выпуске я показываю какие-нибудь хитрости, какие-нибудь приемы. Но и этот выпуск без таких хитростей не обойдется. Нам нужно достаточно быстро разрезать все эти помидорки пополам. Способ подсмотрел в интернете. Пробую в первый раз при вас. Открываю второй тарелочкой. Беру нож острый. И поехали. Что у нас получилось? Вы знаете, прекрасно. Все разрезал пополам. Отличный способ. Рекомендую. Этот соус к пасте готовится очень быстро. Поэтому первое, что нужно сделать, это вскипятить воду и начать отварить пасту. За то время, пока она дойдет до кондиции, соус будет готов. Приступаем. Паста эта варится 8 минут до состояния аль денте. Нам не нужно ее доводить до полной готовности, потому что она еще соусом будет прогреваться. Некоторое время. Сразу грею сковородку. Напоминаю, что итальянцы считают, и правильно делают, что паста должна танцевать в кастрюле. Поэтому кипение должно быть достаточно интенсивное. Конечно, не чтобы все выплескивалось, но тем не менее, следите за этим. На сковородке сейчас прогревается у нас масло. Сразу после этого я выложу туда эти самые альмекасы, как их называют испанцы. Подготовлю чеснок. Чеснок, некоторые товарищи считают, итальянцы нарезают исключительно пластинками. Ну, на самом деле это не так, потому что я встречал хороших, очень опытных поваров, авторов многочисленных книг по итальянской кухне итальянцев, которые чеснок рубят разнообразно и давят его, и режут мелкими пластинками, и целым используют. В общем, тут, как во всём, нужно делать, исходя из того, что вы хотите получить на выходе. Так, начинает уже разогреваться масло, зашипело, слышите? Так, процедуру очистки чеснока я уже, по-моему, неоднократно показывал. Сначала отрезается та часть, которой корешки цепляются, чесночины, а потом уже давим его, когда шкурка слезает сама. Для некоторых видов соусов чеснок лучше не резать, а класть, ну, может быть, слегка раздавленным, что его можно было удалить потом из соуса. Но вот конкретно для этого соуса, здесь и сейчас, мне не нравится, когда чеснок удаляется, потому что, когда он такими маленькими кусочками, он немного больше отдаёт вкусов и ароматов в соус. И это очень приятно. Так, выкладываю в разогретое масло. Запрещали. Слегка убавлю. Сейчас они начнут раскрываться и отдавать сок. В принципе, можно использовать и замороженные. Вполне, никто не запрещает. Но, если вы находитесь на Средиземке и можете достать их прямо из моря, то чего же не воспользоваться? Помню, в первый раз, когда выехали мы за границу, это была наша поездка по Италии, остановились мы в гостинице, которая была на берегу моря. Это на Медицинском заливе было. И с утра, рано-рано, идём прогуливаемся, когда ещё не жарко, по берегу моря. А там бродят местные итальянцы и что-то высматривают на песке, на линии прибоя. И один из таких гуляльщиков, добавляю тишинок, один из таких гуляльщиков подзывает сына моего, иногда Италиянскому ему что-то говорит и протягивает вот такую ракушку. Что-то объясняет, объясняет, объясняет. Я к нему подошёл и объясняю, что же там такое происходит. С горем пополам, итальянец английского не знал, ну, может, что-то знал, конечно. Я итальянского не знал и с английским тоже не очень в ладах. Он объяснил, что вот, собери этих ракушек немножко, придёшь домой, приготовишь пасту с соусом. Белиссимо будет, говорит. Великолепно. Действительно, очень вкусно получается. Уже идёт отличный запах, можно добавлять немного вина. Этого хватит. Вино даёт такой характерный винный кисловатый аромат. Другими средствами, лимоном или каким-нибудь винным уксусом, этого не добиться. Нужно именно белое сухое вино. Он создаёт отличную основу для этого соуса. Сейчас это прогревается немножко побольше. У нас прошло 4 минуты, соус уже почти готов. Вот, прекрасно. Настала пора помидоров. И вот сейчас, когда я добавил вино, и помидоров можно огонь прибавить. Если вино. Ну, что помидоры тоже немножечко прижарились, и дали свой сок. Так, тем временем нужно подготовиться уже. Соус почти готов. Немного соли. Этого достаточно. И петрушки. Петрушки нам много не понадобится. Она нужна только для состояния аромата свежести. Ну, и очень мелко тоже рубить смысла нет. Смотрите, ракушки начинают раскрываться. Прекрасно. Пошёл такой характерный аромат. Ракушки дают запах моря. Просто отлично всё. Так, попробуем на соль. Отлично. До окончания варки пасты осталось 2 минуты. Пора добавлять лимонный сок. Я думаю, сока половинки вот такого маленького лимона хватит. Только нужно выдавливать так, чтобы косточки туда не попали. Косточки дают горечь. Она нам там не нужна. Ещё в этот соус можно добавить, когда он уже будет полностью готов, я выложу пасту. Немного моцареллы. Это вообще спорный такой вопрос, добавлять моцареллу или нет. Потому что с чесноком моцареллу очень редко сочетают. У него слишком тонкий вкус, и он всё забьёт. Но один из очень хороших поваров итальянских, я его регулярно смотрю за его творчеством, Дженарио Кантальда, так делает. Я однажды пробовал, мне понравилось. Только, конечно, я веду речь о моцарелле классической, которая вот в рассоле, а не та, которая продаётся у нас, как патвиска или литовская, которая твёрдая. Посмотрите, какая красота. Просто великолепно. Если вы будете использовать замороженные мидии, или такие ракушки, то их размораживать предварительно не надо. Просто начните готовить этот соус минутки на две раньше. И при обращении с ракушками, с мидиями... Паста готова. При обращении с ракушками, с мидиями, нужно помнить такую вещь. Ракушки, их белок такой же нежный, как яичный белок. То есть вот представьте, что будет с яйцами, если вы их будете варить больше 6 минут. Они сварятся вкрутую, белок будет твёрдый. С ракушками та же самая история. Прогреваем. Если бы паста была сварена полностью, сейчас до мягкости, то за время вот этого прогревания она бы уже переварилась. Это было бы плохо. Сейчас вот эту минуту, которая прогреется, она напитается ароматами соуса, вот этого кисленького, замечательного, с ароматами помидоров. А после этого уже в тарелке горячее дойдёт до нужной кондиции. Перекладываю петрушку, чтобы она от тёплого соуса пропиталась и резко выбросила свой аромат. Пришла пора пробовать. Смотрите, какая красота. Ещё чуточку соли. Чуточку свежего оливкового масла, ароматного, с запахом. Обязательно перца. Он подстремлёт на вкусовые бутыршки. Ну и как непременное завершение трапезы, правда, необязательное, но будет хорошо, немного твёрдого сыра. У меня грана падана. Быстрая паста готова. Снимаем пробу. Сначала дело за помидоркой. Отлично. Она пропитана, во-первых, своей собственной сладостью, ароматами чеснока, вина и моря. Вот эти ракушки дают аромат моря. Кстати, ещё один секрет. Если помидоры у вас недостаточно сладкие, то этот соус вполне можно подсластить обычным сахаром. Пробуем. Очень мягкий и нежный моллюск. Очень вкусно. Не переваривайте вы мидии. Они же резиновые становятся. Великолепное блюдо ресторанного уровня. Причём ресторана очень высокого класса. Это блюдо готовится быстро, непосредственно при вас, без всяких разогреваний. Здесь такой букет ароматов. Такое потрясающее сочетание. Смело повторяйте. Мороженые мидии тоже вполне годятся. Будет, конечно, немножко по-другому, но тоже очень хорошо. И я вам настоятельно рекомендую, несмотря на дороговизну оливкового масла, холодного отжима, масла с запахом, купите его. Оно используется как приправа. Оно создаёт совершенно потрясающие средиземноморские ароматы. Это правильное масло. И это правильное блюдо. На этом я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставим пальцы вверх. Не понравилось? Сами знаете. Новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряетесь и расстроитесь. Спасибо за компанию. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok